Всем привет, ребята! Сегодня у нас с вами распаковочка самых полезных вещей с Валверис. У меня здесь огромная коробка, ладно, даже покажу ее вам. Аж вот такая! И еще несколько крупных вещей, которые лежат не в коробке. Вот как раз одна из них, это ковер. Я решила обновить свой, потому что у меня до этого лежала зеленая травка такая, но кот ее всю заблевал. Проще купить новый. Знатно, конечно, его упаковали, я не знаю, как это быстро открыть. Ужас! Это первая такая коробка, которую раскрываю полгода. Вернее, упаковка. Конечно, славно, что они так надежно все это запаковали, но открывать упаковку 5 минут, это уже слишком. Ура! Итак, смотрим коврик. Там, какой он милый, смотрите. Прям хороший. В общем, вот такие здесь котики. Надо подождать, правда, пока он разгладится. Сейчас я постелю его на пол. Сделан он из вот такого короткого ворса. Я надеюсь, что чипсик его не заблюет в первый же день. Вообще сюда идеально вписался. Хороший коврик, и мне нравится, что у него очень нежные цвета. Дальше тоже вещь для декора дома. Это розовые ящички для стеллажа. Я их взяла для первых полок, потому что все время там все накидано, и хочется какого-то минимального минимализма хотя бы. Они, кстати, очень тяжелые. Короче, я думала, что они будут просто из ткани, а в них какие-то картонки или деревяшки. В общем, они довольно плотные. И у Кальтова есть вот такая тоже плотная штучка, которую нужно засунуть вниз, чтобы держала форму. Класс! Прям очень качественные и хорошие коробки. Их вроде как шесть штук, и я надеюсь, что они влезут не вот туда вниз. Посмотрим. Так. Сегодня что-то слишком часто опускается камера. Берем все вот эти наши коробочки. Должно влезть. Далее все прибулы, которые лежат на вот этих полках, вкладываем прямо в них. Цик-цик-цик-цик-цик. И задвигаем. Идеально. Оп. Ну вообще хорошо. Не зря я их купила. Вот это вот тоже обязательно. Ну, мне прям раздражают, что здесь лежит. Так, раскрываем дно. Все пересыпаем. Конечно, я это потом поаккуратнее туда сложу. Пока что так. Хотя, скорее всего, ничего я туда потом поаккуратнее не сложу. Вообще красота. Вкладываем. Ну что ж, мне хватило четыре коробки, чтобы заполнить всю нижнюю полку. И даже осталось еще две. Выглядит очень и очень хорошо, прям как я и хотела. Очень советую вам эти коробочки, друзья. Они точно превзошли все мои ожидания. Дальше это у нас уже одежда, штаны. Тоже такие же, как сейчас на мне. Вот так они выглядят. Мне они настолько понравились, что я ношу их каждый день уже на протяжении, наверное, месяца. Ну, стираю периодически, конечно. В общем, я испугалась, что они у меня как-то испортятся или чем-то залякаются. Я люблю там капнуть маслом или что-то еще, что в итоге потом приходится вещи-то выкидывать. А здесь точно такие же штаны на всякий случай. Есть у меня такая штучка, что я заказываю на всякий случай какие-то вещи, и потом они мне уже не пригождаются, потому что вещь мне уже разы нравилась, и я зачем-то все время заказываю еще одну, но надеюсь, что они не разноравятся мне до тех пор, пока я их не сношу. Цены вот реально вам советую. В описании вы найдете на них ссылку, как она все. Стоит недешево, но того стоит. Материал у них офигенный, плотный, то есть у них будет не холодно зимой и не жарко летом из-за вот этих дырочек. Ну, конечно, зимой лучше, наверное, поддеть какие-нибудь колготки, чтобы не замерзнуть, а так. 10 из 10. Там еще есть разные цвета, хотя вот у меня есть такие черные, они мне не настолько понравились. Вроде у них и объем, там, размер, весь один и тот же, но как-то вот болотные мне больше зашли. Так, дальше здесь вроде как тапочки. Точно такие же, только другого цвета. Я заказывала Данику на отдых. Мне очень понравилось, как они сидят на ноге. Я у него все время их краду, поэтому решила заказать себе такие же, только другого цвета. Выглядят стильно. Ну, блин, это Adidas, конечно, не выглядит стильно. Ну, естественно, это копия, но хорошая копия. Очень хорошая, очень удобная. Такие вот тапочки. Надо померить, не ошиблась ли я с размером, нет. Идеально. Хорошо, что я их заказала, прям удобно. Я вообще планировала ходить в них по дому, но в таких тапотунчиках можно и на улицу походить. Дальше у меня идет вот такой шар и одна коробочка. Это лол сюрпризы с коллекцией SoMini и конфетти. Вот они, мои первые две куколки, но пока что нам неизвестно, что внутри. Если вы тоже хотите себе такие куколки, то запоминайте, оригинальный лол в России продает компания Rossman. Сколько сюрпризов. Начнем с самой куклы. Смотрите, какая милая, а еще у нее блестящие волосы. Я хочу собрать всю коллекцию. Смотрите, у каждой куклы SoMini вот такая модная прическа в виде шаров. Предполагаю, что там дополнительные сюрпризы, поэтому давайте откроем и посмотрим. Так, там лежали аксессуары. Ну что за пелесть? У нее крутится голова, ручки, ножки. Теперь посмотрим, что лежит в дополнительных пакетиках. Такое милое платье. Давайте сразу же ее принарядим. Так, ну красотка. Такой вот красивейный ободок с розами. Прям очень интересно открывать каждый сюрприз. Маленький стаканчик. Я таю. В следующем пакетике лежали маленькие башмачки. А в последнем был пучок, поэтому этот шар мы сейчас заменим. Такая вот милашка у нас получилась. Напишите в комментарии, кто из коллекции попался вам и какие вообще лол у вас есть. Предлагаю нам собрать всю коллекцию. Кстати, ребята, чуть не забыла. Нашу куколку зовут Sugar Queen. Сахарная королева. Это можно посмотреть вот в этой памятке, она тоже лежит в шаре. Далее откроем конфетти. Слушайте, такая коробочка прям готовый подарок. Рядом с бантиком даже есть бирка, где можно подписать от кого и кому подарок. Готовы? Это очень круто. У меня теперь куча конфетти. Кстати, в этой коллекции 12 кукол, и каждый из них олицетворяет месяц дня рождения. Вот бы мне попался декабрь, в котором я родилась. Ну или хотя бы самая редкая куколка. Всего есть три уровня редкости. Если попадется значок фиолетовый ромбик, то встречается довольно часто. Если желтая звезда, то это редкая героиня. Но если розовое сердечко, то это ультраредкость. Хочу розовое сердечко. И еще у каждой куклы разные функции. Кто-то может заплакать, если напоить ее водой. А кто-то изменить цвет. Все, не могу ждать. Смотрим, кто у меня там. Так же, как и в шаре, лежат инструкции. Сразу же на глаза мне попался такой вот пакетик. Ну-ка соберем его. Такая милота, конечно, все это. Для начала посмотрим куклу. Боже, ну какая яркая милашка. Давайте посмотрим имя, редкость и функцию. Это мисс Гарнет. К сожалению, она не редкая, но для начала тоже неплохо. Если напоить ее водой, может плакать. Сначала мы наденем вот это роскошное красное платье. Надели. В следующей пакетике была бутылка с водой, но я думаю, напоим ее уже в конце. Чтобы она поплакала. Аристократичный ободок. Ленточка через плечо. Аксессуарчик. И потрясающие черные блестящие туфли. На ковровую дорожку готовы. Смотрите, ребята, я пою водой, и она плачет. Как-то жалко мне. Ну прикольно. Буду собирать всю коллекцию. Чтобы узнать больше про новую коллекцию конфетти и соумини, переходите по ссылке в описании. Также напоминаю, что настоящий лол продает только компания Русмен. Следующее, что я хочу показать вам, ребята, это чемодан. Моему уже, наверное, лет сто, поэтому решила обновить его вот на такой симпатичный бело-бежевый. Бежево-коричневый. По размеру он точно такой же, как у меня был. По-моему, S. Туда влезает все, что мне нужно. И на отдых, и там, не знаю, домой на несколько дней. Короче, куда угодно. Ручка работает. Холесики ездят. Даже есть замок, чтобы закрывать чемодан. Холесики, конечно, выглядят не супернадежно. Буду бы они могут сломаться в любой момент. Но, надеюсь, такого не произойдет. О, внутри есть такая штука, что можно закрыть вещи прямо здесь. В целой половинке. Короче, никаких сверхъестественных кармашков, кроме этого, здесь нет. Даже нету каких-то отделений, как у меня было. Вот какие-то мелкие вещи. Ну, нормально. Главное, что красивый цвет. И даже можно проверить вместительность. Ой, он тяжелый. Кота вместят. Хороший чемодан. За 3 тысячи, сколько он там стоил, ничего сверхъестественного ожидать не приходится. Ну и неплохо. Дальше. Здесь у нас коврик. Второй коврик, но он уже намного меньше. Кстати, он в корзине у меня лежит где-то, не знаю, год уже может. И, наконец-то, до него дошли руки. Пока что вроде норм. Мягенький. Шерсть, конечно, от него ужасно летит. Ну да, так себе, конечно, качество. Короче, вот такой коврик-мишка. Не знаю, узнаете. Ну, вот так видно. По идее, он разгладится. Вот здесь посередине будут полоски, будет лучше. Но все равно от него жутко летит шерсть. Я даже не знаю. Наверное, я его не буду сейчас класть к себе на пол. Либо, может быть, пройтись липким роликом, и кто-то изменится в лучшую сторону. Не воняет. А, ну, немножко воняет. Ну так. Лишивый, конечно, выглядит. Я не помню уже, сколько он стоил. Наверное, дешево, раз я перешиваю его заказать. Поэтому не так обидно. Ну и плюс, куда вот можно положить такого размера ковер? Я не знаю. У меня один, похоже, лежит под столом на кухне. Но он даже побольше. А этот, не знаю, разве что в ванну. И то, выйдет и мокрым, встанет на такой ковер, и все у тебя будет на ногах. Все эти абразивные ворсинки. Это, наверное, я не буду использовать, потому что жутко летит. Дальше такая вот полезная для меня покупка, потому что я постоянно горбюсь. Я даже сейчас сижу, ролики снимаю, и у меня вот такая горбатая спина. Это корсет. Не знаю, насколько он помогает. Отзывы там разделены на несколько групп. Кому-то помогает, кому-то не помогает. Но я подумала, лишним не будет. Попробую поносить. Массажистка сказала, что надо ходить в зал, закачивать спину. Но я выбрала купить себе какой-то непонятный корсет с Валдерс. Который непонятно сработает или нет. С вероятностью 99,9 я его не буду носить. В общем, он якобы регулируется прямо под вашу фигуру. То, типа, удобно. Сзади в нем какая-то картонка, которая довольно плотная. Сначала я застегну его на своей груди. Как так понять? Что-то нету. Да, что-то явно не то. Не понимай. Парала, все. Все нормально застегивается. Я просто дубина. Ой, что-то уже... Ну, спина с ним сама выравнивается. Но никто уже неприятно. Знаете, все сгорблено и поприятнее сидеть. Только тут теперь... Как-то... Ой, оно же туда должно клеиться. Наконец-то я догадалась, ребята, как надеть этот рюкзак себе на плечи. Так. Мне казалось, грудь есть немного. Вроде держит. Непонятно, короче. Ну, не сильно, но держит. Хотя, за наскорблившись, тоже удобно в нем посидеть. Не знаю. Наверное, эта фигня не поможет. Но я попробую походить. Если вдруг каким-то чудом это поможет, то в одной из следующих распаковок я скажу вам. Да. Потому что это очень важно. Мне кажется, у многих есть такая проблема. Дальше. Ну, конечно. Товарчик попроще. Это сумочка. Сумочка, которая тоже уже достаточно долго лежала у меня в корзине. Которая на фотографиях в Валперс как будто другого цвета была. Ну, более яркая. Здесь что-то какой-то более нежно-розовый. Вот такая милая сумочка. Ну, кстати, и вправду хорошо сделана. Опять же таки, я не помню, сколько она стоила. Если дорого, то... Ну, хотя это все дорого, норм. Ну, вообще, она не должна стоить дорого, потому что выглядит она ненадорого. О, удобный ремешок. Мне нравится, когда делают вот так сверху цепочки. Тоже кусок ткани, кусок материала. Потому что это удобно не передавливать цепочка плечи, когда носишь на плече. Короче, хорошенькая. Вот если под нее подобрать тренд на бар, то под нее подобрать нужный лук. Будет вообще смотреться офигенно. Застегивается она на магнитике. Внутри один большой отсек и всего один дополнительный маленький, который ничем не застегивается. Никакой застежкой, никакой кнопочкой. Ну, неплоха. Нормальная, хорошая сумма. Что, в нее поместится, наверное, телефон, деньги. Хорошие. Дальше я купила термонаклейки. Их тут достаточно много, и они все прикольные. Термонаклейки вообще вещь хорошая, особенно, когда ты постоянно загрязняешь свою одежду. Можно всякие грязные пятна заклеить прикольными термонаклеечками. Здесь, опять же-таки, все розовое. Кстати, здесь много классных. Вот мне нравится. С сердечками такая. С грибочком тоже интересная. Сердечком. Можно вообще, конечно, всю какую-нибудь футболку или кофту заклеить. Дальше. О, дальше прикольная тоже штучка. По-моему, я знаю, что это. Хотя она в такой упаковке может быть и не то, что я думаю. Короче, вот такой скетчбук с Hello Kitty. Это необычный скетчбук, а... Стикербук необычный, потому что здесь всякие Hello Kitty разные. Ты раскрашиваешь, вырезаешь и можешь отклеить и приклеить куда-то как стикер. То есть это наклейки. Ты, по сути, раскрашиваешь наклейки как хочешь и потом можешь их клеить куда хочешь. Есть здесь странички. Прикольно. Если вот вечером делать нечего, это вообще, мне кажется, отличная штука. Чтобы не раскрашивать что-то огромное, как там картина по номерам. Можно я взял, один стикер, раскрасил, куда-нибудь приклеил или даже не приклеил. Здесь пустые странички. Наверное, ты сам можешь что-то нарисовать. В общем, хорошая штучка. Перед сном, мне просто сейчас хочется перед сном что-то порисовать. Но, опять же-таки, огромное что-то не хочется, поэтому это будет моим спасением. Следующий товар тоже. Лежал уже давно в картине. Я просто прорисалась по своей картине и почти все позаказывала, то, что у меня уже лежало. Та вещь, которую я почти никогда не притрагиваю. Швабра в очень стильной упаковке. Короче, я пол не люблю мыть, обычно просто пылесошу. А здесь такая милая швабра, она, по идее, удобная. Просто у меня есть швабра, я не мою пол, потому что мне бесит вот этой руками ходить ее отжимать. А здесь есть специальное ветро, которое само отжимает эту вашу швабру. Розовая, что для швабры. Две тряпки в подарок. Сама швабра. В отзывах вроде бы писали, что прям все офигенно, качественно. Я видела еще такие в других цветах давно, и девушки говорят, что реально удобно. Потому что вот в этот отсек ты ее запихиваешь, вот так джу-джу-джу. И швабра чистая, помытая. Ну, можно помыть пол, потому что грязную тоже прополоскать, и удобно. И сюда еще заливается вода. Не знаю зачем. Есть еще держалка для ведра. Я говорю так, как будто реально никогда в жизни пол не мыло. Но я мыла раньше, когда жила с родителями. Конечно, я мыла пол. Сейчас я уже перестала мыть, и забыла уже даже название. Швабр, тряпок. Хотя мыть пол это полезно. Меньше будешь болеть от пыли. Вроде бы все. Ну да, сегодня я показала вам все, что хотела. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!